Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня буду проводить пикировку рассады бальзамина садового. Моим бальзаминчикам сейчас 20 дней. У них появились уже настоящие листочки. Кое-где по 3, по 4 и даже по 5. И вот в таком виде пора уже рассаживать их по отдельным стаканчикам. Сейчас я по одному аккуратненько подготовлю их. Рассада довольно крепкая, хорошая у меня получилась. Стволики у них очень хрупкие, так что с ними надо аккуратно, осторожно. Вот такие хорошие уже корни. Сейчас все аккуратненько выкопаю. Корешки переплелись. Очень хорошие корешки получились. Стаканчики я уже приготовила. У этого довольно длинные корешки. Насыпала земли не полностью, а так на донышко, потому что сеянцы очень вытянутые. И желательно бы их заглублять по самые семидольные листики. Но это не получится так, прямо по самой семидольной. Но как получится, поглубже надо все-таки. Так, на донышко водички, чтобы корням сразу была влага. Так, и сейчас буду присыпать. Обсыпаю просто земелькой стволик. Через несколько дней он начнет окореняться. На самом стволике появятся тоже корни. Питание будет лучше. И бальзамины очень быстро пойдут в рост. Вот так вот. Полью еще. Все, первый у нас готов. Все сеянцы таким же образом я пересадила. Теперь обеспечиваем им хорошее освещение, как можно ярче, и своевременный полив. Спрашивают, надо ли делать дренажные отверстия на дне стаканчика. Ну да, желательно сделать. Я не делаю, потому что у меня опыт огромный в выращивании рассады. Я, наверное, за эти годы уже миллионы разных сеянцев вырастила. Поливаю хорошо, адекватно, ловко, просто как автомат, как машина. Лью столько, сколько надо. Никогда не переливаю, не доливаю. Поэтому для меня это уже не имеет значения. Ну, а если вы не уверены в своей ловкости, то сделайте дренажные отверстия на дне стаканчика. Это убережет рассаду от перелива и от погибания. Вот рассада моих бальзаминов замечательно растет. Все такие хорошенькие, ладненькие, крепенькие. Все проходит хорошо. Сейчас и месяц от момента, как я посеяла семена. Вот через месяц уже бальзамины, так выглядят они довольно быстро растут. И вот сейчас уже в такой фазе подошло время подкармливать. И сейчас как раз я проведу эту процедуру. Все, дорогие мои зрители, теперь вы знаете, как пропикировать бальзамины.